Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Верховная Рада Украины собралась на первое заседание, работали активно, создали правящую коалицию, выбрали спикера парламента. Им стал Владимир Гройсман. Парламент поддержал кандидатуру Арсения Яцуника на должность премьер-министра Украины. Теперь 2 декабря депутаты должны проголосовать за состав нового кабинета министров. В этот же день коалиция рассмотрит кандидатуры заместителей спикера и состав парламентских комитетов. Тем временем жители Украины надеются, что новая Рада и правительство смогут действовать быстро и эффективно. Наконец-то проливаю экономические реформы, потому что то, что происходит сейчас, это не везет ни в какие ворота. То есть я очень лояльен к новой власти, но это очень немножко напоминает старое. Вы сами это прекрасно знаете. В порядке ожидаем, справедливости, чтобы закончилась коррупция, потому что она уже задрала нас всех. Это коррупция. Чтобы было хорошо. Хорошо жить и пенсия была хороша. Чтобы уже приняли серьезные результаты. Або мы будем на поводу в России, або уже будем независимы, будем воювать за ненькую Украину. Хотелось бы какой-то стабильности в мире, хотелось бы, чтобы наши дети не болели, хотелось бы, чтобы медицина была на уровне, свита на уровне. Ну и чтобы мир, самое главное, чтобы мир был. Минские договоренности – единственный инструмент мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая перед парламентом. Но даже тогда, когда мирный план будет реализован, угроза извне для нашей страны не исчезнет. Однако, зазирающие в будущее, чётко видим, что установление мира на Донбассе не означает избавление от воинской загрозы с Сходом. На жаль, эта загроза смотрится на очень далекосяжную историческую перспективу и постоянно потребует больших усилий и колоссальных ресурсов. Это реальность, которую Украина осуществила поздно, которую мы сменить навряд ли сможем, но которой нужно научиться противодействовать. Извините, иногда даже спать с револьвером под подушкой. Вот так званый враг биле ворота. До речи, нашего успеха в реформах враг боится ещё больше, ніж нашей победы на фронтах. Поэтому, цилить в нас не лишь оградами, не меньше потужной оружием, есть экономическая агрессия, которая должна на пути не просто послабить Украину, а максимально вычислить нас, максимально выслабить Украину, аж до полного снисиления. США готовы помочь Украине поставками вооружений. В этом уверен политолог Остап Кривдик. Он считает, ранее поставленные противоминомётные радары символическая помощь. Но в то же время это сигнал Москве. Когда Америка сейчас помогает Украине, присылая эти радары, на самом деле это достаточно символическая помощь, но она как бы открывает коридор возможностей для большей помощи на будущее и даёт сигнал Москве с этим, что прямая помощь Америки оружием Украине возможна. Поможет Украине и Канада. Завтра в нашу страну прибудут более трёх тысяч комплектов зимнего обмундирования и стоимость около полутора миллионов долларов. Одежда для участников АТО. Сразу после разгрузки канадского борта за форму передадут одной из воинских частей Вооружённой сил Украины. Волонтёры передали силам АТО уникальные медицинские вездеходы. Теперь медикам станет гораздо проще вывозить раненых с поля боя. Машины способны увезти пациента практически из любой местности. Подробнее о помощи раненым далее. Такие вездеходы имеют ряд особенностей. Но главное, они оснащены всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. Таким образом, шансы раненого выжить увеличиваются на 80%. Особенностью этой машины является, ну скажем так, сумасшедшая проходимость. Один из показателей, у него 8 передач вперёд, 8 передач назад. Три вида блокировок. Трогается машина с четвёртой или пятой скоростью. И возможность подключения будь-якої аппаратури для життезабеспечения. Аналогов таким медицинским эвакуаторам в украинской армии нет. Раненых вывозят на бронетехнике, газах, КамАЗах и Уралах. Уже в ближайшее время новые вездеходы отправятся в зону АТО. Фельдшер с позывным «ДОК» будет одним из тех, кто сядет за руль. По его словам, такие машины очень необходимы. Экономичность и дизель. Плюс обогрев тут идёт автономный. Больше проходимость. Что нам интересует, то по бездорожью она больше пройдёт, проедет. Волонтёры планируют и дальше поставлять медицинские вездеходы. Говорят, для нужд армии необходимо около сотни таких машин. Укрпочта останавливает приём и доставку почтовых отправлений на территории Донецкой и Луганской областей, которые не подконтрольны украинской власти. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Но если у жителей этих территорий возникнет необходимость получить или отправить корреспонденцию, они смогут это сделать в отделениях, которые будут работать на освобождённых территориях. У границы Украины и Словакии строят новую газоизмерительную станцию «Буденце». По ней в нашу страну будет идти европейский газ. Когда станцию введут в эксплуатацию, расширится возможность реверсных поставок голубого топлива. Ранее словацкий оператор газотранспортной системы «Еустрим» заявил, что готов увеличить объём реверса газа в Украину. С 1 января 2015 года запланированы поставки 11,5 млрд кубометров в год. Но оператор может увеличить объём. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен ограничением поставок белорусского продовольствия в России. Об этом он сказал в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Лукашенко отметил, поведение российской власти не просто удивляет, а удручает. Глава Беларуси подчеркнул, если торговля между странами не будет нормализована, его страна отреагирует соответствующе. По его словам, создаётся впечатление, что в очередной раз на примере Беларуси хотят проучить кого-то за счёт нефтегазового, а теперь и продуктового шантажа. Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнился. В него включили традиционную японскую бумагу в АСИ. Она изготавливается вручную. В чём особенность бумаги в АСИ и чем ещё пополнился список культурного наследия ЮНЕСКО, смотрите далее. Производить бумагу в АСИ в Японии начали ещё в VIII веке. Её делают из волокон коры, так называемого бумажного дерева. Но можно производить из бамбука, пеньки, риса или пшеницы. Такую бумагу использовали для письма и оригами. Её оклеивали раздвижные двери в сёдзи, делали из неё одежду и украшения. В настоящее время в АСИ используют в основном для японской каллиграфии. «Традиционная бумага ВАСИ, возможно, обладает самым лучшим качеством в мире, что особенно важно для книг и картин. Поэтому японцы очень рады, что она включена в этот список». Современные методы производства позволяют изготавливать более дешёвую бумагу. Это понизило спрос на ВАСИ, что повлияло на объёмы её производства. «ВАСИ – это один из самых традиционных народных промыслов в Японии. Но в наши дни западная бумага стала нормой, поэтому спрос на ВАСИ постоянно снижается. Поместив ВАСИ в этот список, мы сможем передать эту традицию будущим поколениям». Но не только японская бумага пополнила список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В него также внесли бразильское национальное боевое искусство капоэйра. Оно включает элементы танца и акробатики, сопровождается бразильской национальной музыкой. Капоэйра зародилась в XVII веке, в период рабовладения. Считается, что рабы из Африки начали практиковать боевые искусства, маскируя свои занятия танцами. В список ЮНЕСКО также попал и ритуальный танец под барабаны, зародившийся в древние времена в Бурунди. Его исполняли во время коронации, захоронений и других обрядов. В настоящее время этому ритуальному танцу обучают в школах Республики Бурунди. Всего обсуждали около 40 традиций разных стран, которые претендовали на внесение в список. Уникальный лот продали на аукционе в Великобритании. С молотка ушел практически полный скелет мамонта. За него отдали 300 тысяч долларов. Это ископаемое животное ходило по земле примерно 30-50 тысяч лет назад. Теперь его останки займут свое место в частной коллекции. Размеры скелета поражают 5,5 метров в длину и 3,5 в высоту. При жизни мамонт весил около 6 тонн. Ископаемые останки хранились в Восточной Европе. Раньше никто не пытался их собрать воедино. Но британские специалисты выполнили эту сложную задачу. Это особенный объект, потому что хоть кости, зубы или бивни мамонта и находят довольно часто, но чтобы все полностью, такое редко встречается. Его ценность еще и в том, что над ним много работали. Было довольно интересно собирать все вместе, но труднее всего оказалось приделать череп. Даже без бивней он очень тяжелый. Мы поднимали его вчетвером. Он раскачивался в воздухе, а мы пытались установить его. Это было серьезное дело и в то же время захватывающее. Еще один интересный лот аукциона – 30-сантиметровое яйцо слоновой птицы. Его за 110 тысяч долларов купил Китайский музей. В голландском зоопарке пополнение в семействе белых медведей. Сразу трех детенышей принесла медведица по кличке Свобода. Специалисты говорят, новорожденные чувствуют себя хорошо. На данный момент они выглядят здоровыми, пьют материнское молоко, очень активны и выглядят прекрасно. Они достаточно крупные для того, чтобы выжить. Поэтому мы надеемся, что они выживут. Они внутри берлоги, куда не проникает шум. Мать должна делать все самостоятельно. А мы можем только наблюдать за ней и медвежатами при помощи камеры. Медвежата пробудут в берлоге еще три месяца, питаясь молоком матери. Ну а сама мама теперь поест только весной. Одновременно три детеныша у белых медведей рождаются нечасто, как в неволе, так и в дикой природе. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.